Единственным и неповторимым таким будет стадион Нижний Новгород, благодаря 88 уникальным трехгранным колоннам, которых нет ни у одного стадиона в России, ведь всегда и везде использовались круглые. У нас будет хорошее, очень фасадное решение. Таких трехгранных колонн нет ни на одном стадионе, будет только у нас. И те решения, которые мы приняли, сейчас они готовятся для утверждения по самому фасаду, сделать его прекрасным стадионом. И когда наши нижегородцы, зрители, спортсмены будут приходить сюда, будем все радоваться, что мы в новом, современном стадионе. Безусловно, идеально ровные трехгранные колонны – отличное архитектурное решение, однако конструкции примут на себя и функциональную нагрузку. Эти колонны участвуют в работе всей металлоконструкции покрытия нашего основного, по-русски говоря, крыши. Они участвуют именно в работе и берут на себя часть нагрузки. По этим колоннам распределено 2200 тонн и плюс еще сдвижные нагрузки. Но чемпионат живет не стадионом единым. Региональная программа подготовки Нижегородской области к Мундиале утверждена первой среди всех регионов организаторов турнира. Является одной из самых масштабных в стране. У нас запланировано строительство около 50 объектов и реализация более 30 мероприятий. Помимо стадиона, конечно, тренировочной площадки, базы команд, то, где уже приедут и будут находиться спортсмены, конечно же, это гостиница, там, где будет находиться сама семья FIFA и гости, которые приглашают именно FIFA для проведения чемпионата мира. И, конечно же, это аэропорт, инфраструктура, все, что уже будет задействовать передвижение гостей, болельщиков, которые будут находиться уже в городе. Вот это основные сейчас вещи, здесь мы никаких рисков не видим. Нижегородцы уже сейчас представляют, как будет выглядеть стадион, и внешний вид арены их впечатляет. Как не нравится, как же не нравится. Нравится, очень нравится. Ну, хороший, красивый. Пока впечатляет, как быстро они его строят, как все-таки 24 часа работы происходит. Ну, так необычно. Ждем, что будет в 2018-м. Стадион действительно получается уникальным, а скорость его постройки дает надежду не за горами тот день, когда нижегородцы увидят арену, одетую в стекло и бетон.